Откуда я знаю, что говорить? Ребята, всем привет! Сегодня челлендж было или не было и он особенный у нас. Мы решили его сделать голым. Что значит голым, ребята? Это значит, что сегодня не будет никакого монтажа, не будет никаких там цветокоррекций и склеят. Вы просто увидите то, какие мы на самом деле есть, какие мы ведем челленджи. Но, сразу же могу сказать то, что мы в принципе никогда и не пользуемся особым монтажом, поэтому я не думаю, что у нас будет проблема. Итак, поехали. Голый. Было или не было челлендж. Правила вы все наверняка знаете. Было или не было. Ну и начнем. Я выписал сразу же все вопросы с нашей группой ВКонтакте. Кстати, вступайте в нее. Подписывайтесь на Инстаграм на Стюхе. Все ссылки есть в описании. Сразу же после видео посмотрите обязательно. Мы начнем. Итак, Дмитрий Хайкин спрашивает было ли у вас, что расставались. Потом снова сходились. Да, ребята, у нас такое было. Да, было. И Настюха уходила, и я уходил. Но, знаете, вот спустя время как бы ты можешь это все уже анализировать с другой стороны и думать, что это просто были какие-то трудности временные. Ничего больше, да, Настя? Да, мне кажется, среди них нужно просто пройти всем парам. Тогда будет все вообще отлично. Да, и просто становишься за счет этого сильнее. Итак, дальше. Андреев спрашивает. Было ли то, что вы копались в телефоне у своего партнера за его спиной? Вот это очень важный вопрос. Я хотел специально его выписать, ребят. Потому что за себя-то я могу сказать, что у меня такого не было. А вот Настя... Ладно, в начале отношений было. Сейчас я не копаюсь в телефоне. Да, 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 да. Вот такие вот они девочки у нас. Ну, вы все прекрасно сами понимаете, да? Женщина, народ простой. Еще один вопрос от Анны Дрес. Была ли ревность своего партнера к друзьям, подругам? Ну, или вообще ревность была ли у нас в отношениях какая-то? Ревновала ли ты меня когда-нибудь? Да, да. А я тебя не ревную. Ты что ворешь? Это вранье. Почему? Сто процентов ревновала. Не знаю, я не помню. Ну, ладно, ладно. Знаете, может быть, чуть-чуть она когда-то там... Ну, это не ревность, это больше чувство собственности, наверное. Ну, ладно, давай дальше. Хотя в последнее время у нас вообще такого не происходило, ребят. У нас вообще последний год отношения какие-то чокнутые стали. Нам на все пофиг вокруг. И только мы вдвоем больше ничего как будто нету и не происходит. Ну, кроме вас, естественно, ничего идет. Еще плюс CSGO и Dota. Еще чуть-чуть CSGO и Dota. Так, следующее. Гульфия Колбаска спрашивает, был ли секс с троем? Блин, начались вопросы... Нет, ребят. Че? Было. С кем учеба была? В смысле между нами? А кто третий? Рука твоя? Паша, блин, мы это так-то не будем вырезать. Давай не будем все кухню говорить. Ладно, давай мы не будем это, якобы, говорить. Но в любом случае это ведет выпуск. Не было, ребят, да? Не было, не было. Ужас, фу, лохи не было. Так, ладно, давай дальше. Маша Алиник, было ли у вас такое, что вы хотели удалить свой канал? Че, у тебя не было? У меня не было, не знаю, все хорошо. А, у меня было. Ребят, у меня был момент такой, когда в самом начале, еще когда было 30 или 20 тысяч подписчиков, нам страйк кинули на канал, и у нас были проблемы очень большие. Я в тот момент думал удалить канал и пересоздать заново, потому что там на год могли запретить многие-многие функции. Вот, а так, естественно, нет, ребят, куда мы без вас? Вообще мы уже без вас не представляем. Итак, Алиса Науменко спрашивает, было ли у вас, что вы хотели убить друг друга? О, ребят. О, я сейчас хочу. Я бы ее постоянно убивал и убивал. Ребят, вот, правда, если бы можно было возвращать время, я недавно об этом думал, то я бы ее убил, потом вернулся обратно и спокойно бы жил дальше. Потому что я кайфанул уже, знаете, понимаешь? С кем я живу вообще, ребят? Ну, ты же написала, было. Ну, я тоже тебя хочу убить, да до сих пор хочу тебя убить. Ты постоянно меня хочешь убить. Я тебя постоянно хочу убить. Ладно, хорошо. Поэтому Лиза Гальченко спрашивает, было ли такое, когда вы очень много раз переснимали какой-либо кадр? Да, было. Нет, не было. Ну, вначале мы бывает с тобой переснимаем. Нет. Когда-то мы запинаемся, что-нибудь еще. Мы можем переснять только самое начало, а уже само видео никогда не было, чтобы мы что-то переснимали. Да, у нас вообще сценария нету. У нас вообще очень лайвово всегда, что, знаете, как есть, так есть. Никаких сценариев, какой-то юмор на ходу там от меня исходит. От Настя у нее нету чувства и этого, поэтому... Просто он самый офигенный. Спасибо. Ладно, давай дальше. Давай дальше. Анастасия Тян спрашивает, были ли моменты, которые к вам до сих пор стыдно? Ну, давай, ты первая. Блин, я чуть не помню. Ну, в голове сейчас не вспомню, так что, наверное, не было. У меня на самом деле не было, ребят. Потому что я считаю, что все, что делается, все к лучшему и... Ну, кроме того, что у вас машина может сбить, фу-ти-фу, это как бы да. Но в целом почти все, что делается, все к лучшему, поэтому... Даже вот недавно, кстати, я в ВКонтакте чуть не опубликовал Настя на сиськи. Я просто снимал ее в этом, как я... в примерочной снимал на видео, такой подглядываю, типа, и хоп, и сиськи было видно. А там, в общем, сразу же видео выкладывается. Ладно, хоть никто не успел посмотреть. Что, я успею, я посмотрела. Не, ребят, кто видел сиськи Насте в этом видео, может и написать в комментариях. Мне интересно. Ну, вроде бы, никто не успел. Я сразу же ударил. Ладно, давай дальше. Павел Поповцев, привет, с этим. Было ли у вас такое, что идея по... Ой, вот видишь, нельзя это вычеркнуть. Было ли у вас такое, что, идя по улице, сильно зачесалась попа, а вы не оглядывались, назад, почесали ее, но потом решили оглянуться и увидели человека, идущего прямо за вами, естественно, видящим все происходящее. У меня такого не было, но по что было бы было. Да. Причем, я не только почесать, я могу. А знаете, это как бы естественный процесс. Мне мама говорила с детства еще то, что естественно, то не безобразно, ребят. Тем более, что там сзади человек идущий, а он один раз вас увидел, больше никогда вас не увидит. Правда, если это будет подписчик, снимет это на видео еще. Да ладно, что естественно, то не безобразно. Да, ребят, запомните эти слова. Так. Света Майер, было ли у вас или не было поцелуев за соток перед прохожими? Блин, ребят. Вообще, мы не очень любим поцеловаться перед прохожими. Это верное было, когда в начале отношения, когда мы были тупые. В начале отношения, когда мы были маленькие и тупые, мы, наверное, могли у прохожих там, сосад, там, бердок перевод. Ну, такого жесткого тоже не было, мне кажется. Не знаю, не знаю. В общем, всякое возможно. Но сейчас мы уже повзрослев, мы понимаем, что на улице те, вот, малолетки, так их назвать, которые идут и целуются, сосутся там перед тобой в общественных местах. Ну, это как-то так себе смотрится, на самом деле. Это вообще... Я бы сказал, что это зашкварненько, маленечко. Ну, им просто негде целоваться, мы вместе живем, а им, понимаешь, негде. У нас есть своя квартира, в которой мы целуемся и обнимаемся, а они вот только на улице могут это делать, поэтому я вас тоже понимаю. Да. Не волнуйтесь. Целуйтесь. Целуйтесь, да. Целуйтесь, это только хорошо, ничего в этом плохого, зашкварного нет. Хотя, маленечко зашкварненько. В общем, дальше. Жасмин Дисимбаева пишет. Было ли такое, что вы друг друга застаете, но терпите лишь потому, что любите? Просто. Просто было. Это всегда, ребята. Она меня так бесит, я ее троллю, 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 она все от меня уйти не хочет. Я не могу просто. Да. Я тоже на самом деле не могу. Я ухожу, потом постою, потом прихожу. Она вчера уходила, она вчера оделась, собралась, я даже снял во влоге, это будет, на лайф-канал. Нет, не будет. Будет. На лайф-канал подписывайтесь, она от меня опять ушла, в общем, оделась, ухла, погуляла, я ей позвонил, она. Все. Все. Все, вот какая кличка. Кстати, подошла обратно, там какие-то парни сидели в мужчине такие мне, эй, иди сюда, я бегом сейчас, ну, вот домой, короче. Вот видишь, не надо от меня уходить. Это было опасно. Давайте дальше. Давай. Роман Аникин спрашивает, были ли у вас мысли о расставании. О-о-о. Так давно были, да сейчас же нету. О-о-о. Косяк, Мастюха. Так сейчас-то их нету, Паш. А что, тогда было? Тогда нету. А где было-то? А почему было? Так вначале отношений было. Сейчас-то ведь нету. Ну да и было. Когда мы ссорились с тобой было, я имела в виду. Можно нету сейчас я тебя учу да, мы сейчас любим друг друга, ребят и, наверное, у нас почти идеальные отношения стали так, ребят, еще вопросик были ли у нас мысли о детях кстати, вот сразу же идеальные отношения и да, у нас были уже мысли о детях, мы хотим мальчика девочку, мальчика сначала мальчика, потом девочку, потом еще мальчика в общем, можно двух мальчиков мы бы хотели, честно да, мы бы хотели детей мы любим детей и, в принципе, если собаку не получится завести то ребенка мы точно заведем, ребят, со временем сравнил тоже, да? ну, а что? в общем, вот такой вот у нас голый челлендж мы вместе с вами побыли буквально без монтажа, да, 10 ровно я минут засекал, 10.30 прошло только мне интересно о, да, еще бы хотела ну, возможно, если вам понравится это видео если вы поставите много лайков, то мы с ним еще сделаем еще да, более что-нибудь можем развратненькое снять вы же любите развратненькое вот а на сегодня все сегодня был позитив, добро и мы вас всех очень сильно любим счастья вам, здоровья и пока-пока ссылки все в описании там, что-то там подписаться, выписаться выписаться? не, выписаться не надо только подписываемся Theo-пока Продолжение следует...